Они не признают, они написали как бы новый перевод, но она совсем не библия. Они не признают Христа за Бога, не признают, что у человека есть душа. Для них все остальное, все государства мира от сатаны. Я их очень хорошо знаю. Нет, но тем не менее... Да, подождите. Тем не менее, каждый, они молятся, они не признают Бога, они верят, что наступит конец света, они верят в то, что останутся в живых те, кто именно верит в какой-то свой образ. Поехали. Здравствуйте. Мы в ваших гостях. Приехали подарки, везите людей, православный проповедник и сианин. Мы показали документы, сняли копии уже здесь, как о том, что церковь благодарит православное, дальше, что в книге президентской библиотеки, центральной библиотекой, которую проектовают всю страну, в Новосибирске, научно-центральный... Так, мы с вами снимем. Теперь только хотелось бы рассказать о книгах. Мы сейчас проехали по Новосибирской области, идем на эту... Давайте начнем, наверное, вы расскажете. Я не буду... Или покажем документы, или я, давайте, я в каждой медицинской библиотеке стараюсь немного рассказать. Сохрани, пожалуйста, пока Маринка не допечатала. Какого-то подождать надо? Директор. Все, сейчас. Все. А директор-то кто? Сейчас еще подойдет, он обошел. Мы что-то нехорошего, начнем. Мы сейчас пока ехали в интернет для Евгения, заведели три слова. Я вам на ваш вопрос постараюсь ответить. Хорошо. Потому что я миссионер, работаю среди всех секунд. Мы со стороны будем. Так. Попросили, как в каждой библиотеке, просят рассказать. Я Владимир Владимирович Барнаул, Алтай. Мне 73 года, 74-й. Вот. Коротко сегодня спросили тоже, там мы были, не знаю, там, пусть тарка какая-то еще там. Все собрались вместе в библиотеку. С детства знал, что Бог есть, мука вечная. А вот и на этом все. Что мать сказала, грех делать там, ну то и не делали. То есть я не воровал, ни одного матерка не сказал, ну и прочее. А вот уже в армии посмотрел фильм «Отвержденный Викторией Бегу». И через этот фильм у меня начался активный поиск, как сегодня я говорила. Еще вторую половину, у меня поиск Богу. И после армии я встретил Слово Божие. И вот нынче будет 27 сентября. Ровно 50 лет, как я пошел этим путем. За этим последовало. До этого я учился на строительной технике, закончил. До армии я работал в органах МВД. Вольные, ну, проразов, запрещенными. Служил в морфлоте. Вот. И когда уверовал, в этот самый момент я уже учился на штурману. И у комиссии добился разрешения. Добивался разрешения сдать все экзамены трехгодичные за один год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Мне было очень большие знания. Это самостоятельно достигало. Но Господь мне показал, все это прах. И мое обращение, оно было настолько явным. Я сразу стал говорить всем о Боге. А дальше началась полоса гонений. Это все, вот абсолютно все. Документами. Ну, я показал, тут я иду арестованный. Я был в пяти тюрьмах, как политзаключенный. И это все отобразилось потом и в мировоззрении. Для меня Христос стал основой моей жизни. Брат у меня обратился, стал священником православным. Протоиерия эти всякие. Ну, а когда началась перестройка, тут востребованность моих знаний была неподражаемой. По северной отрасли, по эфирному времени на Алтае я стоял на первом месте. А по стране, ну, по охвату проповедью. Все почти университеты, какие были до Новосибирска, представили мне возможность у них выступать. И я много лет вел занятия. Только в одном 17 лет. Это агеография, мировое искусство. Десятка школ во всех отделах милиции. Воинских счастьях, заводы, фабрики даже нельзя сказать. И три радиопрограммы регулярно каждую неделю. У меня поврежденный слух. И поэтому вопросы задали. Ну, людям не только нужно слушать, но и вопросы хочется разрешить. И вопросы стали задавать. Ну, вопрос я получил в писанном виде. Я ему отвечаю. Друзья стали просить. Это уходит? Сказал и исчезло. Ну, записывает на маетофон. Это видиков не было. Надо как-то это выразить. Работы у меня уже шли. Самое трудное было. Это вот кисному православию. Это я 40 лет почти собирал материал. Все, чертность окрещения, покаяние, священство. Вот как раз здесь вам надо. Два вопроса. Священство и церковь. Вы задали вопрос о свидетелях Югова. Они замечательные люди, свидетели Югова. Они не пьют, не курят. Но они не церковь и даже не секта христианская намного дальше отошли. Вот здесь как раз для них ответ. Они не церковь. Они к церкви никакого отношения не имеют. Они имеют отношение к 1914 году. Все. Но церковь основана Христом в первом веке. И она одна. Церковь только там есть священство. Оно есть где? Вот в пяти местах есть. Это православие во всех направлениях. Там и старообрядчество. Католицизм. Греко-армянское. Ну, армяне где-то. Копское и сирское. Все. Вот это о рамке церкви. Я просто знаю это доподлинно. Из документов. Из факов. Ну и когда разговор зашел печатать. Я не знал, уже листики выходили отдельно. Я приспособился в Балтайском государственном университете. Там 999 экземпляр. А вкладыши не было никакого ограничения. Я по 25 тысяч экземпляров вкладыш. Они ее сдадут, когда газетут. А 25 тысяч я заплатил, я их беру. И теперь это все раздавалось. И эти все близкие 14-ти те находятся здесь. Что патриархи говорили о крещении, о нарушении в церкви. Патриарх Кирилл сейчас вернулся с Востока. Восток потерян. Сектанты почти все захватили. Вот просидели на своих дрожжах. Дальше. Состояние от церкви. Тире. Духовная развалина. Патриарх Кирилл. Отвечать уже нечего. Надо работать. Выходите на перепутье. Он говорит, я монаха посылаю на север. Там Чукотка. Он говорит, там воздуха мало. Я говорю, какой тебе воздух? Ты монах. Ты отрекся от жизни. Ну, это газета Трудпище. И вот, я ничего не умею, мне показали, как на компьютере. Это было 21 октября 2001 года. И я правил за компьютером. При занятии 8 лет больше 30 тысяч часов. Сам делал набор. И версткой занимался сам. Даже в фотошопе. Учитывая, что в то время было 62 года. Это для молодежи просто. Чтобы не стонали. Начинайте работать. Никогда не поздно браться за то, что кажется непосильным. Это Бог делает так. Я хочу сказать, книги эти, они не просто книги. Они не имеют аналога мировой литературы вообще. Их просто нет. Допустим, вот книга. Вот у вас тут книги Александра Мения. Кто его слышал? Священник убитый. Ну, знаете, слышали, наверное. У вас книги есть с Александром Мения. Это один из самых крупных энциклопедистов, эрудитов. Ему равных я даже не знаю. Был кто в Советском Союзе или нет. А это мои личные с ним беседы. За миллиарды долларов его нельзя купить. Его нет, его убили. А мы здесь беседуем. Он отвечает на мои вопросы. Это вопрос еврейский. Он сам еврей был. Вопрос церковный, политический. Судьба страны. Все здесь. Вот в этом томе. Их нет. Просто она, книга такая, не существует. Она, ну, потому что беседа только я, мы двое. И все это в аудио на нашем сайте здесь есть, где мы сидим. Тут я могу напечатать там. А тут-то никак. Взято отсюда. Допустим, вот книга. Я отвечаю на вопросы. Допустим, в течение одного месяца я отвечаю. Что об этом? На вопрос. Просто задают вопрос. Я отвечаю на основании Библии все время. И на основании, допустим, говорю. Теперь с этого вот этого месяца все вопросы я отвечаю на основании художников мира. Галереи мира. Вывешивают картины. И они задают вопрос сегодняшний. Но у меня всегда и без выкладка экстраполяция событий на сегодняшний день каждому человеку. Это было настолько странно. Там преподаватели, профессоры, академики сидят. Они не слыхали. На основании одних художников. Вот эта книга на основании одних поэтов России. За 300 лет 300 поэтов. Мне задают вопросы. А я отвечаю только на основании поэтов. Вот сейчас я покажу. Вот они поэты. 300 поэтов России. Когда жили, в какое время, сколько лет. Что это означает? Допустим, вопрос простой задают. Какое участие приняли поэта России в создании крепкой такой патриархальной семьи? Я в литературном институте выступал не раз. У меня 3467 моих стихотворений здесь. Около 80 на музыку положено. Лев Ашанин был тогда. И никто не может ответить. У меня конкретно показано, что сказал Кольцов, что Никитин сказал, что сказал Блок. Теперь, как приняли участие какое в революции? Это Мережковский, Иван Кузьмин, Василий Волошин. Шесть поэтов на каждый вопрос. В следующем месте я сказал, что буду отвечать не по поэтам, не по этим, не по художникам конкретным. А что на это говорят жития святых? Это два тома. Седьмой и восьмой. Вот они здесь находятся. Все книги сшиты, все на обсетной бумаге до 12 тома. Они в мягком переплете на льняной основе. И вот стихи здесь, которые... Это мои стихи. Они необычные. Их просто никто такие не видел. Что напротив каждой строчки указано место из Библии, откуда это взято. Понимаете, они как красиво смотрятся. Какая книга Библии, откуда всех... Ну, я Библию просто знаю, мне Бог дал это. Ну, а стихи, они не подгоняются. Они пишутся, они изнутри. У меня очень знатные поэты спрашивают, где вы темы такие берете? У меня темы консакрайны. Я молюсь, и Бог дает. У меня просто отверг. Если я молюсь, я абсолютно верю, что вот это, что случилось, это от Бога. Вот вчера мы могли перевернуться, и я принял, Господь предупреждает. Нынче в одной библиотеке были, вот сегодня. И библиотека собрала директор всех. Ну, прямо где-то мы здесь недалеком, в каком-то районе-то. И она говорит, у меня совещание сегодня. А мне так охота сказать, показать, хотя бы кратко аннотацию книг дать. Она говорит, ну, там 5, потом 7, там 10 минут. Все. Я не понял, почему она так торопится. Люди собрались. Мы скорее в церковь. В храм. Только помолились, зашли в храм. Я говорю, мне нужен настоятель. Она говорит, а вот он, он как раз спускается там, где-то помещение там. Он говорит, мне некогда, я уезжаю на Ахону, улетаю через... Как бы директор нас не вытолкнуло, мы бы его не встретили. А теперь ему книги сразу и в руки. Настолько это вот, когда мы вышли в Господь. Так какая молодец директор, это нас подталкивало. Но это мы делали вслепую. Надо научиться тонко чувствовать, что Бог делает с нами. Не так, что я хочу, я полюбила такого. Да он не твой, ты же не жить, я не буду. Ты вымолил Бога. И будет так, как Богу угодно. Вот это у меня отдельный том для старообрядцев. 380 лет старообрядчества заложено в жизни. Самое лучшее, как взять от них. Какую беду принесли России вот эти реформы. Какие это замечательные люди, какие трудяги. И как это все так получилось. Это 380 лет архивные данные, все здесь написано. А отдельная книга, ну, мусульман, вы знаете, знамя зеленого цвета. Это Коран, весь разобран по сурам и аятам. 1300 лет, что мусульманам было сказано, все в одном томе. Я с ними работаю, и все здесь. Мусульман, в любой период, никаких нападок в этом ничего нет. Все говорится о том, как мы можем быть полезны друг для друга. Как нам обрести вечное спасение. Жизнь человека не ограничится этой жизнью. И вот этот Новый Завет, вот. Впервые за 2000 лет, видите, как он выздан. Он подарен Путину, Медведю, Патриарху Кириллу, видели и в библиотеке. С закладками. Что святые отцы на любой из тех, с первого до последнего Нового Заветия ответили. И вот эта книга, как ключ ко всем климам. Это как мы строим православную деревню. Как я начальник детского лагеря, 40 лет, без помощи государства, тысячи детей подяты. Вопрос детской беспризорности решается в течение одного года, я утверждаю в любой кафедре. Нам говорят цифры, вот там, миллион, двести тысяч. КПРФ, Геннадий Зюганов, другие, у них данные другие делают. Два с половиной миллиона детей у нас не пристроены. Вот у вас даже лежите. Это тоже дети, которые ищут родителей. Я без помощи государства решился создать лагерь православный. У нас все начинается с молитвы. Священник приезжает, освящает лагерь, крапляет. 40 лет. И результат такой, что узнав о нашем лагере, что написано в интернете, прилетела директор Кэстерского института из Лондона. И на месте живут профессора и следуют. Как в течение месяца там ребенок наркоман. Абсолютно другое делается. Родители приезжают и его узнать не могут. А до этого, говорит, мы купили наручники, его приходили в батарею, он все из дома вынесет уже. Он говорит, голая сидит. Как это? И выводят, самое главное, теряя с большой боковой, движущая сила, любовь. А в чем заключается? Вот расшифруйте. Мы встаем в 5 утра. Да нет, ну, лагеря нет такого, что в 5 утра встали. И через две недели я этим говорю, давайте на семью приведем. Ни один уже не соглашается. Они понимают, как много ему успевают. Поговорка, кто рано встает. Они пора себе пробегаться, искупаются, это все до завтрака. Они все должны уметь. Я когда рассказываю, что дети учатся как по листикам, определять деревья, и где они растут, и какую пользу можно взять от всего отрав. Ребенок совершенно другим делается. Он открытым оком, а так книга называется себе, 32 ок. А он начинает смотреть на этот мир по-другому. Перед ребенком мир, который тайной представляется за него. Мы начинаем с молитвы. Четыре раза в день делаем разборку. И все в Слове Божьем. Во время игры девочки не должны пальцем прикоснуться. Такое сокровище ему дает. Они тоже, что хватает там казаки-разбойники. А, девочка должна знать, мальчик это защита, это кормилицы. Ну, на чем строилась патриархатная Россия, как было? Соломудрия, нравственность, и все это на вере в Бога, во Христа. Что Христос умер за нас, мы себе не принадлежим. И вот в этом я прожил 50 лет. Это я, ну, согласно таланта, который дал Бог, я выразил в этих книгах. И мне, когда я разослал во все библиотеки, вышли книги, ответ поступил. Финансирование, рады приобрести. Тогда я помолился, и мне на сердце положено. Подари. Приобрели машину, помогли. И теперь проехали до Байкала, практически все захватили. Теперь по районам, как и осталось, Красноярский край, Омск. И книги кончаются. Из 100 книг, примерно 95, мы пожертвовали. Это вот всего, знаете, это где-то 160 с чем-то библиотек мы прошли. Приехали к вам. Вот тут где-то я положил листик заполнителя. Листик заполнителя. Готовный шрифт. Бесплатно. Во славу Божию. А кто вы помогает? Они с другом не связаны. А какие спонсоры издаются ваши книги? Следующий вопрос, он уже с этим не связан. Они как поступали, так и есть. Так что-то спрашивайте. Да. По помощи. Ну, мне уже ответили. Книги за счет спонсоров издаются? Конечно. А тут я указал, какие спонсоры. Спонсоры очень большие, потому что стоимость эта заходит за 14 миллионов. Я недавно посчитал. Вот это вот 3-х тонн. Вот 2 тысячи экземпляров всего только. Стоимость его издания за миллион заваливает. Ну, тут 240 иллюстраций цветных и прочее. Понятно, что это подарочек. Повторяю, что... А сколько он стоит? Сколько он стоит? Вот этот у нас даже подарочек есть. У нас он полторы тысячи. А в магазине одна книга, вот эта полторы тысячи. И кому надо новый залет приобрести, у нас несколько есть. На бензин даже деньги не можем собрать. Потому что все остальное нас осуждают. Кто-то восхищается. И вот, наверное, мы сейчас зашли. Я говорю, кузыри, гнать и лапки в библиотеке. И там уже отпечатают, отвечают. Ну, я скопирую даже сейчас. Людям это непонятно. Брать это понятно. Брать и за границу, там миллиарды, 50, это все понятно. Но чтобы так работать, отдать, как вы могли все сделать, задаю вопрос. Я встал просто в часа в сутки. Мне Бог дал крепкую силу, здоровье. Я ни разу не пожалел, что пошел этим путем. Со Христом моя жизнь имеет глупощайший смысл. Смерти нет. Есть переход из одной области на руку. Так, еще на этой книге, еще раз повторяю, желательно ее чуть-чуть стороной. А как доказать, что смерти нет? Простите, пожалуйста. Как доказать, что смерти нет? Доказательство нашей совести, это первое, в Священном Писании, Святой Библии, и справедливости. Вопрос задан очень хороший. Смотрите. Я за тобой говорю так. Бог справедливости. Я спрашиваю, Бог справедлив? Все отвечают, да, Бог справедлив. Так все записали. Бог справедлив, не отступайте от этого. Если Бог справедлив, на земле почему нет справедливости? Так награбил, говорится, в четыре рта жрет, катается, блудит, и ничего ему нет. Совесть моя говорит, нет справедливости. И отсюда вывод, что справедливости нет здесь. Но если Бог справедлив, эта справедливость будет в другом месте. Это загробный мир. Откуда Лербухов писал, что есть Божий суд на перстнике, разградка есть грозный суд, и явно ждет. Он недоступен с бонус-златой, и мысли дела он знает наперед. Тогда, тогда, когда воскресе напрасно вы предъедете в Господь. Вот уверенность в чем. Жизнь без Бога, без веры, в Царство Небесное, без Христа, она теряет всякий смысл. Лев Николаевич Толстой говорит, когда мне доказали, что Бога нет, два года от меня прятали ружья и снурки. Не шнурки, а снурки. Понятно почему? Потому что в этой жизни радости очень мало. Пальтер Скотт сказал, в моей жизни было только полтора дня счастливого. Что он имел в виду, он мне объяснил. Когда он глушит? Полтора дня за всю жизнь. Какой-то Абдурахман, там у него гарем на четыре стажа, он говорит, я был счастлив два дня. А меня спрашивают, счастлив? Я счастлив и безмерно. И это признают в интернете люди, которые познакомились, с чем занимаются. И они говорят, вот мы встретили человека, там жизнь замечательных людей, более счастливого, просто не встречали в интернете. А почему? У Чернышевского есть такое извлечение. Счастье тем выше, чем большему числу людей ты приносишь счастье. Если я вижу возрождающихся людей, которые потерянные были, и они приобретают жизнь. Вот у нас, допустим, бомж и глухонемой от рождения. Кому он нужен? Он на вокзале. Да еще умеет хорошо выпить. Познакомились. Он встает от многого, наконец от всего, принимает крещение, женится. У нас студентка четвертого курса, четвертого курса. Он оказался модельной обувью. Вот он краснодеревщик. У нас такого материала не обработанного на каждом вокзале. Начинайте работать. И получите. Почему? С Богом. Патриарх Алексей II сказал, отучили молиться, отучили трудиться. Вот в этом все. Вот мы даже сегодня встали, ну ночь, еще темно, а обычно мы встаем в 4.40 всегда. Ну некуда. Мы сегодня попозже, полшестого. Помолились, полное правило. Сто поклонов. Утреннюю молитву прочитали все. Надо готовить что-то. И теперь ближайшее какое-то у нас там село. Ну и Тарг, Тарг, все. И дальше едем. И мы счастливы. Понимаете как? Люди, не понимающие истинного счастья, думают, вот я это достигну. Земное, оно временное. Вот пока ты не достиг, но хотелось. А достиг, ну что такое? Если другие, лучше меня живут. Так новый завет, я говорю, у нас несколько экземпляров можно приобрести. У нас больше ничего нет. Интересно? Да. Смотрите. Смотрю. Мы иогамистов спросили. Я еще немного хотел сказать. Они Библию не признают вот этого, которая православная, синодальная. Вот это самое большое. И потому с ними беседовать просто не очень. В аптеке, в аптеке они признают Библию. У них написали свой новый семейный перевод, они называют. И там все слова, которые у них по Библии, они по учению не верят, они их заменили другими словами. Надо, чтобы Библию перевести, нужно знать еврейский язык и древнегреческий. На них подали в суд в Англии и пять переводчиков. Из пяти четыре не могли ни одного слова перевести. Какой переводчик? А пятый не мог ни одного предложения перевести. Но это мошенство. У нас переводчики такие, как Герасим Петрович Павский, воспитатель старских детей. Он писал учебники для еврейских школ и шивот. Вот это понятно. Или Хвольцин, Авраам Данилович, это профессор, доктор филоматических наук в учебнике, православные природные евреи. Это 1876 год еще. Православная Библия одна из самых лучших переводов имеет синодальный перевод. Люди, которые не понимают, им все равно, я занимаюсь 50 лет, и поэтому для меня она плоти, сутью моей сделалась. Это вот оставляем, чтобы как-то людям направить сюда. И когда они заходят на интернет, а здесь 50 книг мои насчитанных, вот возьмите каждый себе интернет. И там можно скачать на Сидио, подойдете, возьмите, и слушать дома, на кухне, я все время буду с вами. Там архипелагу, лаг, люди насчитаны. Так, вопросы? Если ничего нет, вы уже получите. Скажите, пожалуйста, кто вам помогает? Это тут пятый раз. Нет, все понятно, вот именно вам, у вас семья есть, дети. Ну да, кто помогает? Ну, в первую очередь, мы братья и сестры все. Вот мы поехали, а у нас ничего нет. Я в церкви сказал, знаете, у нас затруднения с лукой и с помидорами. Я прихожу домой, уже два года ставят помидоры и везамка лукой. Это православные люди. Православные отличались от других всегда особой щедростью. Вот и все. Я начал только говорить мужчине, спрашивать дорогу. Он говорит, а как вы попали? Я говорю, да мы развозим книги. А как бензин? Вытаскивает мне тысячу рублей. Совершенно незнакомый на остановке. Мы не то, что там даже и в мыслях у меня не было. Другой купил. Это книги мои. Я имею полное право продать. Я продал полторы тысячи сразу шатерок, все, отоварились. Ну, а уж остальные девяносто пять книг расходятся. Мы сделали, что могли. Есть такая поговорка. Кто может сделать больше? Поприще открыто. Как вы относитесь? Я часто задаю всем такой вопрос, что на земле мы проживаем ад. Знаете, выражение хорошее. Оно без ответа остается у меня. Слово ад и Диена, они очень схожи. Означает вечное возрождение. Возрождать и не гаснуть. И вот ад земного этого ада, который называется, отличается тем, что здесь есть вода, а там нет воды. И тем, что здесь можно раскаяться, изменить свое положение, перейти на правую сторону, там нет раскаяния. И поэтому только лишь образные выражения, не понимая, о чем мы говорим. Там только ад. Вот особенно это хорошо написано о братьях Карамазовых, у Достоевска, Федора Михайловича. И там рассуждение о гиене. Такая глава. У Виктории Гуглова написано глава в скобках. Ну, даже можно взять у этих писателей, они были верующие. Мы переживаем действительно страшные времена, когда человек бездуховен и как он живет. Так жить нельзя, это можно только отживать. Вот мы проехали от Байкала до Москвы обратно, немаленькое расстояние. И все чернявые, красивые ребята работают на дорогах. Штукатурят, дорогу делают «Где наши молодцы?» «Где наши витязи?» А теперь удивляются, что наши женщины смотрят в ту сторону. Вопрос состоит очень серьезный. Отца Дмитрия этого. Так, мы все сняли копии, да? А, нет. Вот эти вы сказали же, это нам оставляете. Это какая вам остается? Это или это вы берете? Это мои, это мои. А, вот эти вот. Да, это все я дал. Вот это вот. Это моя. А, вот это тогда вы не снимали. Это мои. Это мои, это оригиналы. Давайте снимем копии. А? Копии, вот эти не снятые. А вы не сняли, снимите. Так, это я вам оставил, чтобы вы знали паспорт, все здесь. Так. Ну и две Новосибирская областная и президентская библиотеки сняли, чтобы было. Можете оставить. Когда у человека возникает вопрос безвыходности вот здесь на земле, мы просто становимся на молитву и ищем ответ в Священном Писании. Священное Писание это Святая Библия. И в ней мы находим ответ. Раскаяние перед Богом меняет позицию человека. Всей сын мой блудный был мертв и ожил. Пропадал нашел. Это возвращение блудного сына. Он был как в воду, со свиньей вместе питался. Но вот он припал к отцу, отец, прости. Я согрешу против неба и пред тобой не достоин называться сыном. А отец дальше не дал ему говорить. Он говорил, я приду и скажу, прийми меня наемником. Написано, почему он эти слова не сказал? Считается, что отец поцелуем закрыл его уста. Очень стильное выражение. Вот картина Рембрандта изображает таких охровый свет. Так что из ада легко на земле имеем в виду. Ада в кавычках легко перейти в рай. Через покаяние. Покаяние. Ни один еще не перешел. На земле еще ни один почти не перешел в рай. Я не совсем понял. На земле ни один еще в рай не перешел. На земле, да? Мы говорим в духовном плане. В духовном. Батя человек говорит, я как в раю. Или как у Христа за пазухой. То есть нам дышал спокойно, никого не обидел, я сделал все, что мог, помолился, и я как в раю нахожусь. Но как в раю, мы этого не знаем. И как в аду, тоже не знаем. Это все только выражение. Может быть, даже совсем и бессмысленно. Не надо обращать внимание. Если это не подтверждается Библией, что мы здесь в аду находимся, Библия этому не говорит. Она говорит, чтобы не попаривали, это так. Это дорога, что у нас в Писаде ехали куда-то. Так, вопросов, если нет, мы очень поспешаем. Так, сколько времени? Спасибо большое. Так, мы опаздываем. Вы в Купино не могли бы позвонить, чтобы нас там маленько подождали? Нам хочется сегодня обязательно пройти. А потом мы оттуда выходим в следующее, ищем где-то место в лесополосе, иначе и мы так дальше идем. Сейчас мы перезвоним. Через день можно даже закончить Новосибирскую область. Если позвоните, чтобы они подождали. Видите, я тут задержался. Так, вопросов, больше нет ни у кого? Нет, так, клубок. Это очень интересно. Ответ здесь. Все. И особенно, когда вы зайдете на наш сайт. Вот спрашивают благословения, а вот открываем, и тут написано благословение двух еписчиков. Берите все. Мы даже отторваем. Так, уходим.